Определен состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр 2022 в Пекине. Командные соревнования пройдут 4, 6 и 7 февраля в столичном дворце спорта. Российскую команду представят Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и Анастасия Мишина, Александр Галямов. Российских фигуристов ждет тяжелая борьба с американцами. От сборной России по фигурному катанию на командном турнире в Пекине ожидают ни много ни мало золота. Шансы у наших спортсменов действительно прекрасные, однако Олимпийский триумф может сорваться из-за ошибки в составе. Замена мировых лидеров Анастасии Мишиной и Александра Галямова в одном из видов программы напрашивается давно. Вот только способны ли нестабильные ученики Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной взять себя в руки и выдать чистый прокат в Китай, еще большой вопрос. Выступление Кондратюка в команднике – это лотерея. При всем уважении к сборным Чехии, Украины, Грузии, Германии и Италии, бороться за тройку лидеров в каждом из видов будут участники из других стран. Основным соперником России в Олимпийском команднике станет команда США, но зацепиться за высокие баллы смогут и китайцы с японцами, а также канадцы. Особенно жарко будет в соревнованиях мужчин, где результат может оказаться непредсказуемым. Турнир откроется как раз с их короткой программы. От нас в Пекине выступит Марк Кондратюк, отлично проявивший себя на чемпионатах Европы и России. В последнее время ученик Светланы Соколовской набирает в районе 97-99 баллов в короткой программе, но еще ни разу не преодолел порог 100 очков. На фоне других спортсменов это неплохой результат. При удачном раскладе Марк может рассчитывать на третье место с 8 баллами. Десятка и девятка, скорее всего, отойдут представителям США и Японии. Тем не менее Кондратюку придется непросто, ведь следом за ним идут сразу несколько сильных конкурентов. Качнуть чашу весов в свою сторону способны итальянец Даниэль Гросли, китаец Боэн Дзинь, канадец Киган Мессинг, а также ученик Этери Тутберидзе Морис Критилашвили. В произвольной программе россиянин тоже может как набрать заветную восьмерку, так и оказаться в конце списка с 5 баллами. Даже при отсутствии Нейтана Чена. Предполагается, что он выступит только в первый день соревнований. Максимальное количество очков, вероятно, отойдет американцу. Винсент Чжоу постарается повторить рекорд коллеги по сборной и прыгнуть 5 квадов. Последующая рокировка баллов больше похожа на лотерею и зависит от прокатов фигуристов. Марку как никогда нужно показать свой оптимальный контент без серьезных ошибок. У иностранных фигуристок нет шансов против россиянок. В женском одиночном катании наша сборная, напротив, явный фаворит. В короткой программе Камила Валиева, очевидно, заберет 10 баллов. Ее тройной аксель в этом сезоне практически не дает сбоев, в отличие от ее соперниц. Ни Вакабо Хигучи, ни Мана Каваби не показывают такую феноменальную стабильность, а более скромная оценка за компоненты значительно снижает их шансы на лидерство. Не стоит ждать от них прорыва и в произвольной программе. Вместо Камилы там может выступить как Анна Щербакова, так и Александра Трусова, и обе ни за что не упустят победу. Подопечные Этери Тутберидзе уже на первой тренировке в Китае показали, что бороться с ними абсолютно бесполезно. Щербакова легко и непринужденно разминала короной каскад Луц Ридбергер, а также несколько раз зашла на четверные Луц и Флип. Привычно штамповала к воды Трусова. Русская ракета по-прежнему поражает воображение. Фигуристка без труда прыгнула каскад из четверного Луца и тройного Сальхова через Ойлер, повторила комбинацию уже с тройным Тулупом и отрепетировала каскад из четверного и тройного Тулупов. Была попытка сольного Луца, но на нем Саша упала. Зато четверные Флип и Сальхов вышли чудесными. Похоже, борьба Трусовой и Щербаковой за произвольную программу в командном турнире в самом разгаре. В парном катании опасно делать замену. В танцах на льду нет никакой интриги. Наша федерация не стала рисковать и поставила на обе программы Викторию Синицыну и Никиту Кациолапова. Именно они разминались перед стартом турнира на пекинской арене, в то время как вторая пара страны Александра Степанова и Иван Букин только готовилась к вылету в Китай. Нет никаких сомнений, что ученики Александра Жулина два раза возьмут 10 баллов, поскольку в командники не примут участие французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Следом за ними расположатся американцы Мэдисон Хаббелл Захари Донахью и канадцы Пайпер Гиллис Полли Пуарье. В произвольном танце на лед выйдут еще одни представители Соединенных Штатов, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, но общее положение дел это вряд ли поменяет. У спортивных пар ситуация немного сложнее. Действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галямов могли бы обеспечить нам отрыв в обоих видах, но возможные замены на Евгению Тарасову и Владимира Морозова, запасными остаются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Теоретически все три дуэта могут обходить наших основных соперников китайцев Вэнь Цэзинсу и Цунхань, но предопределить исход их схватки нереально. Ученики Этери Тутберидзе и Тамара Москвиной могут оступиться, и тогда ценные баллы достанутся другим. Учитывая, что американские спортсмены Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер будут где-то поблизости, решение со сменой участников нужно принимать очень аккуратно. Объективно наша команда может заработать около 76 баллов, но для этого фигуристам придется выдать серию классных прокатов без помарок. В случае форс-мажоров преимущество россиян значительно снизится. Главное, чтобы эта цифра не упала до 70 очков. Ведь, как показывают примерные подсчеты, именно столько могут набрать американцы, показавшие свой максимум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала состав сборной России на первый день командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. У нас сильнейший состав. Тренерский штаб сделал правильный выбор. Хорошо, что все первые номера будут выступать. Тут никаких вопросов не может быть. Если постараемся, сможем победить, — заявила Тарасова. Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира игр в Пекине. На данный момент это самый сильный состав из возможных. Выставили все козыри, а дальше, наверное, по ситуации будет решаться. Мы же не должны сразу весь состав показывать, мы можем делать замены. Конечно, мне в душе очень бы хотелось, чтобы все три наши девочки стали олимпийскими чемпионками. Они это заслужили. Но надо понимать, что речь идет в первую очередь о командной стратегии, так что посмотрим, как будет. Безусловно, у нас очень большие шансы на золото, действительно большие. Но не будем загадывать, будем просто верить в ребят и надеяться, — сказал Авербух.